Сургутские медики спасли жизнь ребенку, который выпал из окна, а малышу еще нет трех лет. Накануне на вызов к одному из домов в центре города приехала бригада скорой помощи. По словам врача Руслана Бацазова, ребенок лежал на газоне. Он упал с высоты пятого этажа. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии. Медики скорой перевели его на аппарат ИВЛ и доставили в травматологический центр. Хирурги провели три операции и малыш открыл глаза. Сейчас состояние маленького пациента врачи оценивают как стабильное. Отмечу, в прошлом году сотрудник скорой помощи Руслан Бацазов выезжал на подобный вызов. Я работаю на скорой 8 лет. К сожалению, такие случаи встречаются довольно часто. Причем родители бывают, в этот момент находятся дома, отходят в какую-то комнату другую или в ванну по своим делам. Они своими какими-то делами успевают отвлечься буквально на 3-5 минут. И в это время происходят такие случаи. Очень часто, особенно летом, когда окна открыты. Эпизоотический очаг африканской чумы в Нягоне не несет опасности людям. Об этом сообщают на официальном сайте правительства Югры. Речь идет о вирусе, который сотрудники городского ветеринарного центра обнаружили в одном из подсобных хозяйств. Случай подтвердили в лаборатории. Ведь службы Югры подчеркивают в связи с происшествием принятые исчерпывающие меры, направленные на ликвидацию очага. В семи хозяйствах проводят дезинфекцию и отчуждение свиней. Важно отметить, что африканская чума поражает только домашних свиней и диких кабанов. Угрозы для человека и других домашних животных не представляет. Во всем мире сегодня отмечают День медицинской сестры. В югорских больницах и поликлиниках трудятся почти 15 тысяч таких сотрудников. Примечательно, что за последний год медицинских сестер в округе стало больше на тысячу. Ежедневно они приходят на помощь пациентам, проводят процедуры, делают прививки, вместе с врачами участвуют в операциях и спасают жизни. Так директор окружного Депздрава в своем телеграм-канале рассказал о коллеге, медсестре Нягонской окружной больницы Инне Акатьевой. Вместе с ней Алексей Добровольский работал в больнице интенсивного лечения в Мариуполе. В профессии югорчанка более 30 лет. Последние три года нашла себя в волонтерской деятельности. Цитирую, Инна Довлатовна, поздравляю вас и всех медсестер округа и страны с праздником. Конец цитаты. Больше 1200 югорчан решили получить дополнительное профессиональное образование. Центры занятости сейчас принимают заявки на участие в федеральном проекте «Содействие занятости». Бесплатно пройти обучение могут мамы в декрете, специалисты, которые находятся под риском увольнения, югорчане предпенсионного возраста, а также молодежь. Например, выпускники вузов и СУЗов, которые не смогли сами найти работу. Юноши после службы в армии и выпускники школ. Желающие могут выбрать себе профессию из 200 направлений. Бухгалтерский учет, СММ, веб-дизайн, управление персоналом. Обучение проводят федеральные вузы, например, Российская академия народного хозяйства и госслужбы. После профподготовки в центрах занятости югорчанам помогут найти работу. Все зависит от образования гражданина, какое он имеет начальное, и действительно, подходит ему эта профессия или нет. Перед тем, как отправить гражданина на обучение, он должен обратиться в центр занятости, подтвердить свою категорию и пройти услугу по профориентации, по итогам которой будет выдано решение, центром занятости соответствует эта профессия его качествам личностным или нет. Если вдруг нет, то ему будет рекомендовано выбор другой профессии. Если все соответствует, гражданин направляется на обучение и... Обучение будет проходить дистанционно. Добавлю, всего в этом году планируют обучить около 2000 югорчан. Для того, чтобы подать заявку на профподготовку, надо зарегистрироваться на сайте трудвсем.ру. Консультацию можно получить в центрах занятости по месту жительства.